Анастасия В сале ТНТ стартовал новый сериал с интригующим названием «Измены», одну из главных ролей в котором Надежда и сыграла. Как она относится к своей героине, каковы секреты счастливых отношений с актером Алексеем Кравченко и когда же состоится долгожданная свадьба? Смотрите прямо сейчас в эксклюзивном интервью с Надеждой Борисовой от СВ-ТВ. Надежда, здравствуйте! Очень рада видеть вас у нас в городе Екатеринбурге. Очень здорово, что вы приехали к нам с презентацией премьеры сериала «Измены». Скажите, пожалуйста, какие были ваши первые мысли, эмоции, впечатления, когда вы увидели сценарий? Сразу ли вам понравилась ваша героиня? Безусловно, и сразу. Сценарий был прочитан за одну ночь. Просто я его, можно сказать, проглотила и влюбилась. И пришла окрыленная на следующий день после прочтения. И сказала режиссеру, что это очень смелый сценарий. И героиня моя, я в нее влюбилась. Да. Сразу. Мне захотелось ее делать, уже начать ей руководить как-то, уже быть в этой шкуре. И, в общем-то, съемки растянулись на довольно длительный период, где-то, наверное, месяцев девять, наверное. Если совсем вместе, то целый год, в общем. И целый год я жила этой работой, и она мне принесла очень много удовольствия. А что, на первый взгляд, показалось самым сложным при работе над данной ролью? Сложностей не было, если только говорить о технических каких-то штуках. Потому что моя героиня по истории водитель. И, естественно, очень много сцен связано с вождением автомобиля. Поскольку я сама вожу, для меня это не составляет трудности. Мне нравится водить автомобиль и не только. Но бывают такие моменты, когда снимают крупный план, или снимают тебя вместе с твоим партнером, или снимают только партнера рядом с тобой, и в одной машине все не могут уместиться. Оператор, актеры, и свет, и так далее. Поэтому приходится где-то поджиматься, где-то утыкаться, где-то не видеть партнера. Но это все издержки профессии, к которой мы привыкли. Если бы вы в обычной жизни встретили такого же человека, как ваша героиня, что бы вы ей посоветовали? Что я могла бы посоветовать? Я бы спросила у нее советы. Потому что так, как действует Ольга, честно и всегда со знаком плюс, это дорогого стоит на самом деле. Я бы хотела иметь такого друга, чтобы у меня была такая подруга. Вот это правда. Посоветовала бы я ей, наверное, может быть, больше доверять людям. В сериале будут затронуты темы любви, семьи, измены. Какие еще темы будут затронуты в данной картине? Дружба. Там есть очень яркие эпизоды, яркие сцены, связанные с пониманием, с понятием дружбы, как женская, так и мужская. Там глубоко и, мне кажется, на мой взгляд, очень честно дается ответ на те вопросы, на которые мы привыкли умалчивать или сплетничать, или осуждать что-то. Нам всегда кажется, что нам со стороны виднее. Вот ты плохой, потому что ты изменяешь, или тебе изменяют, тебя жалко. А на самом деле, когда погружаешься внутрь, ты понимаешь, что не так все просто. Поговорим немножечко о вашей личной жизни. Как вы познакомились с Алексеем Кравченко? И как вы поняли, что любите именно этого человека и готовы ради него расстаться с прошлым? Этот вопрос, на самом деле, уже 10 лет назад мы пережили. Мы это все под ситом общественности просеяли в силу того, что это наша профессия. И всегда мы на виду, и вынуждены вести какой-то некий такой экзибиционизм душевный. Как ответить на этот вопрос, когда ты встречаешь человека, и у тебя сердце начинает биться? Как ответить на этот вопрос, что ты рядом с человеком чувствуешь себя самим собой? Это самое важное, поэтому мы вместе. Вы вместе уже не один год, не два, не пять и даже больше. Поделитесь, пожалуйста, секретами, как сохранить эту изюминку, эту эйфорию чувств в отношениях на протяжении длительного времени. Главное быть друг другу в помощь и в нужной минуте просто понять человека. И где-то, если нужно, и простить. Потому что мы не умеем прощать очень часто. Мы слишком эгоцентричны и всегда думаем о своем эго в первую очередь. Но если ты уязвим от любви, то ты можешь простить все, что угодно. Поэтому я желаю всем семейным парам научиться друг другу прощать, понимать. И это самое важное, я думаю. Наверняка у вас достаточно непростой график в связи с вашими профессиями. Приезжал ли Алексей на съемки измен? Поддерживал вас? Конечно, мы всегда друг друга поддерживаем. Если мы находимся недалеко друг от друга, мы приезжаем на съемку, на площадку. Это нормально, но я могу сказать, что мы работаем много вместе. И это спасает. То есть я не могу сказать, что мы слишком отдалены из-за нашей профессии. Наоборот, она нас сплачивает. Мы в театре в одном работаем, мы в двух спектаклях вместе играем. У нас и кинопроекты совместно есть. Конечно, очень важно иметь личное пространство, которое мы друг другу даем, чтобы вдохновляться и прийти с чем-то новым, поделиться со своим человеком. Как вы обычно предпочитаете проводить вместе в свободное время, если оно у вас появляется? Мы можем и спокойно вечер дома провести, можем поехать куда-нибудь танцевать. Это запросто, особенно сейчас, поскольку дети уже все выросли, не надо сидеть с бутылочкой молока и ждать, когда он проснется, менять подгузники. Это все прекрасно, это время замечательное. Можем поехать куда-нибудь в ближайшее Подмосковье, на лодке покататься. Все относительно, все зависит от настроения. Вот все у вас замечательно, красивая, счастливая пара. И, наверное, я сейчас задам вопрос, который волнует многих ваших поклонников, а также наших зрителей. Когда же, наконец, будет долгожданная свадьба? Мы вместе 10 лет, и мы уже семья, поэтому сам процесс свадебный не так важен. Мы проходили через все эти процедуры, поэтому для меня важнее, скорее всего, церковный брак. Как и для Алексея, я думаю, тоже это важнее событие. Даже если говорить о нем, все равно никакая фотография бы не просочилась в прессу, потому что это личное. Планируете ли у общих детей? Конечно, планируем. Как Бог даст, так сразу и запланируем. Мы не против. А у вашей героини по сериалу будет женское счастье? В традиционном понимании этого слова нет. А в каком-то смысле, да, будет. Спасибо большое, Надежда, за интервью. Может, пожелаете что-нибудь нашим зрителям напоследок? Я пожелаю взаимопонимания, любви. Смотрите сериал «Измены», находите в нем свои ответы на свои вопросы. Любите, будьте любимыми. И не бойтесь ничего. В этой жизни нет ничего страшного. Смотрите СВТВ. СВТВ благодарит за сотрудничество свадебный центр «Саванна» на Шевченко-16. Ну а полный фотоотчет, где прекрасная Надежда Борисова предстанет перед вами в образе невесты, смотрите на страницах журнала «Свадебный вальс», который выйдет в ноябре. Пока! Субтитры подогнал «Свадебный вальс»